На входе в зоопарк будущих первоклашек встречают с воздушными шарами. На импровизированной линейке члены профсоюза приветствуют ребят напутственным словом и дарят детям подарки. Подарки непростые. В каждом таком наборе собрана вся необходимая школьная канцелярия. Это фломастеры. Это краски. Это карандаши. Всего в акции «Здравствуй! Школа» приняли участие 50 будущих первоклашек из многодетных или малообеспеченных семей. В наше время считаю важным участвовать в социально значимых проектах и акциях. Безусловно, очень важна и помощь детям. Сегодня, в период, когда еще не сняты все ограничения в связи с пандемией, нам особенно хотелось не просто поддержать материально, но и порадовать детей. Чтобы соблюсти все противоэпидемические меры, семьи с детьми поделили на группы. Одни получили свои подарки в кукольном театре, другие – прямо возле своих домов. А вот третьих, 27 августа, пригласили в зоопарк. Подарки и экскурсия – двойная радость. Детей познакомили с обитателями зоопарка, озвучили интересные факты и даже развенчали некоторые мифы. К примеру, экскурсовод объяснила, что страус вовсе не прячет голову в песок. Краснокнижные животные или домашние куры и козы – для городских детей одинаково интересно было знакомство с каждым жителем зверинца. Особую восторг у малышей вызвал лев. Однако каждый выделил для себя и другие запоминающиеся моменты. Мне больше понравились у животных павлин. Красивые. Я верю, что у него хвост красивый. Уток, петухов, куриц, фазанов, аистов и павлинов еще. И еще мне очень в зоопарке нравится. На самом деле этот зоопарк находится в парке Пушкина. И поэтому все было очень отлично. Мне понравилось кормить зверюшек и мне понравилось смотреть на медведей со львами. Констоварами запаслись хорошим настроением тоже. К новому этапу жизни школьной поре эти семьи определенно готовы. Ирина Суконкина, Народные новости.